Курзамское телевидение Курзамское телевидение Курзамское телевидение В студии Татьяна Саксаганская Но и для всей Латвии вопросы Например, развитие и популяризация Профессионального образования На уровне государства и самоуправления Речь шла и о планах Венсполской высшей школы и о Венсполском техникуме А также о возможностях Применения космических технологий С работой Венсполской высшей школы И Венсполского техникума Министр ознакомилась, посетив оба учреждения образования Подробнее о визите Министр образования и науки Венспол Смотрите в следующем выпуске новостей Во вторник Около полусотни земесаргов Из Венсполса и Тауса Собрались на учениях, прошедших в Арвенской волости В течение двух дней 46-й пехотный батальон Земесарда получал новые И восстанавливал полученные ранее Знания в сфере оказания первой медицинской помощи Ориентирование на местности И приобретал другие важные для военной службы навыки Руководитель учений капитан Сталдис Вецкратис рассказывает Что цель учебы – помочь земесаргам развития Укрепить теоретические и практические навыки Которые можно применить в случае необходимости В ближайшем будущем у нас много работы Учитывая, что политическая ситуация в мире довольно хрупкая Поэтому учения проходят более усиленно И особый акцент ставим на специализированные занятия На изучение видов оружия Более углубленное обучение санитаров И коллективное обучение Чтобы подразделение могло выполнять единую задачу Капрал Артур Стукиш работает в Венсполском музее Но это не мешает ему служить земесаргам Под его руководством юные земесарги Осваивают навыки оказания первой помощи Как в повседневной жизни, так и в ситуациях Которые могут возникнуть в боевых условиях Может больше мы рассказываем не о том, как действовать в военных условиях А о том, как в гражданской жизни действовать в тех или иных обстоятельствах Но, конечно, разбираем и ситуации, которые могут возникнуть во время боя Какие травмы могут быть на поле боя, с которыми ты в обычной жизни не столкнешься Все, что касается вопросов связи и сообщения Преподавал старший сержант штаба Агрес Силенш В основах связи каждый земесарг должен хорошо разбираться Здесь есть люди в солидном возрасте, которым надо больше учиться А у молодых людей нет проблем с английским языком В любом случае, я доволен ими Сейчас при обучении необходимо знание английского языка Мы планируем сотрудничать с соседями, эстонцами и литовцами Кроме того, в Латвии есть натовские силы, которые держат связь только на английском языке Как объяснил Агрес Силенш, иностранный язык не обязательно знать в совершенстве Надо понимать, как, например, происходит процедура связи Обязательный материал для изучения необъемный, всего две страницы В учениях приняли участие земесарги разного возраста, но большинство – молодежь Среди них мы заметили и две девушки Капитан Сталдзис Вецкратис отметил, что интерес к службе в земесарде растет В среднем к 46 батальону земесарде ешегодно присоединяются 50-60 молодых людей Есть молодые люди, которым хочется острых ощущений Им недостаточно просто спорта, и они приходят к нам в земесарде Многие приходят из ямсарде, у них уже есть определенные знания Кто-то понимает, что им нравится военная служба, и они идут в профессиональную армию В прошлом году 815 граждан Латвии вступили в ряды земесарде Чтобы свое свободное время посвящать освоению навыков военного мастерства 653 из вновь пришедших добровольцев – молодые люди в возрасте до 35 лет Татьяна Саксаганская, Артур Санч, Марти Спутник, Скорзамское телевидение Сотруднику Венсполской полиции самоуправления Янису Крепшевицу Пригодились навыки, приобретенные им на службе в полиции, казалось бы, в самом неожиданном месте – в самолете Янис, находясь в отпуске, летела из Риги в Дублин Один из пассажиров, видимо, в состоянии алкогольного опьянения, начал неадугадно себя вести Чтобы утихомирить буйного пассажира, Стюартам пришлось прибегнуть к предложенной венсполским полицейским помощи Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Дании, где нарушителя порядка передали полиции Экипаж самолета Рейн-Эйр поблагодарил венсполского полицейского за помощь Очевидец происходящего Гинс выложил видео на сайте Ютуб Начальник венсполской муниципальной полиции Янис Айрес отметил, что подготовка сотрудников, находящихся в его подчинении, на высоком уровне И в любой ситуации они готовы прийти на помощь В следующем сюжете мы расскажем об одном венсполщанине, который в Ирландию ездил дважды В первый раз, чтобы заработать деньги, во второй раз, чтобы изучать управление бизнесом В результате было создано реальное предприятие, нашедшее свое место на рынке Петр один из тех предпринимателей, который несколько лет назад пришел в бизнес-инкубатор со своей идеей Работая в Ирландии, он накопил небольшую сумму денег, вложил ее в открытие своего дела, создал серьезное производство Для других вестов этого ли обращаться, если есть идея именно там? Да, очень советовало, потому что как начинающий предприниматель всегда трудно даже тем же советом, чтобы помочь, чтобы тебя толкнуть вперед Потому что вначале много проблем с финансами, с клиентами, тебе нужен кто-то, который тебя будет подбадривать Рядом со сварочным заводом разместилось предприятие «Паркет», на котором производятся различные детали с использованием профессионального оборудования Здесь мы сейчас пили заготовку, это специально из куска металла, он делает заготовку, потом эта заготовка ставится на станок на фрезерную и уже из нее делается Потом эти заготовки ложим в этот так называемый конвейер Это немножко на соло-рэйс похож? Да, немножко похож, да Ну вот здесь, видите, вот здесь стоят четыре заготовки И этот конвейер, он сам автоматически берет и подает в эту машину Эта машина уже сама начинает изготавливать в любой сложности детали А это для мельницы, там молит муку, что-то очень там Кто был заказчик? Заказчик Швеции, Шведов Заказы «Паркет» получает и от рядом находящегося сварочного завода, и от производителя коммунальной техники «Бухер Муниципал» Изготавливает «Паркет» и детали для ремонта ирбанского радиолокатора Что это такое? Это у нас вот ирбанная, знаете, там есть звездочка, там строится локатор новый Вот это там одна часть этого локатора То есть вы тут сами, венспутчанин, уже готовы детали для космических технологий? Уже как бы да, получается да Сырье предприятие закупают в Балтии, что позволяет экономить Первый заказ тоже поступил от венсполуча Из 10 работников, 5 заняты на производстве Расскажите, как удалось найти рабочих? Ну, как-то через газету, через сайт венсполуча, там, ПМВ, по знакомству Ну, как-то так, все Тоже, ну, бывает, нужно, чтобы три человека, как бы, прошло, пришло, пока мы их обучим И только понимаем потом, что либо мы не подходим, либо они нам подходят Это все-таки проблема рабочая? Проблема, да, венспусы, да, это проблема При создании предприятия требовались квалифицированные специалисты, умеющие работать на современном оборудовании Нам нужно, скорее, отношения, потому что эти станки новые довольно для венсполса И никто практически не умеет на них работать И если человек, молодой, специалист хочет учиться, и у него есть стремление, желание То, кажется, можно любого научить, главное, чтобы желание Наорис Крузенч 5 лет назад закончил венсполский техникум Для того, чтобы работать на этом производстве, ему пришлось обучаться самостоятельно По мнению Петра, для вновь созданных предприятий необходимо вводить политику Отложенных налоговых платежей В первое время для многих почти невозможно заплатить все налоги Необходимо развиваться, оплачивать счета, держать на хорошем уровне зарплаты И при этом инвестировать в материалы и оборудование А как вы, как новое предприятие, смогли приобрести эти машины? Как вы смогли приобрести? Ну, кредит, взяли кредиты А вас, как нового предпринимателя, да, вот что вы могли гарантировать? Как вы могли говорить, да, это будет успешный бизнес? Что могли гарантировать? Ну, не только личные гарантии Потому что банки очень тяжело дают кредиты Если ты приходишь молодой парень и хочешь взять кредит Практически невозможно у вас в банке Как вам удалось убедить, или у вас был сильный бизнес-план? Бизнес-план был, да, плюс то, что, может быть, ему уже был опыт какой-то Я начинал со своим партнером, он был не уже опыт, был металлообработки Плюс у меня было образование, бизнес-образование Может быть, это сыграло какую-то роль В 2012 году предприятие Паркет участвовало в выставке металлообработка в Москве Где предлагало своим потенциальным клиентам новую продукцию Станок для сгибания труб Интерес посетителей выставки был высок Было получено не менее 30 заказов Бизнес такая вещь, что ты не знаешь, где будешь завтра Что ты можешь сделать сегодня барьеры А завтра уже купишь станки и будешь производить автомобили Поэтому всегда приходится что-то менять, что-то выдумывать новое И сейчас вы уже знаете, что будете работать с производством? Да, конечно Почему не самый легкий бизнес производить же? Продавать легче? Да, я знаю, что легче Но как-то хочется что-то делать для мира, чтобы что-то осталось после тебя Какие-то детали, продукты Хочется также еще у нас в идее какую-то уникальную продукцию создать На Венсполском пляже были установлены произведенные этой фирмой уличные тренажеры В конкурсе, организованном фирмой «Балта» в третий раз титул «Самый безопасный автопарк» в категории «Безопасный перевозчик пассажиров» Получило предприятие «Венсполсрейс» Таким образом, еще раз подтвердив, что работа коллектива оправдывает девиз «Едем безопасно» Когда жюри объявило, что участники в этом году от второго до шестого места шли плотно друг за другом Я обрадовался, что в этом году мы обошлись с небольшим перевесом Мы вложили много средств и в обучение работников, и в приобретение техники, и вложенный труд окупился Участие в конкурсе дает возможность латвийским предприятиям Оценить возможные риски, связанные с управлением автопарка Оцениваются технические и человеческие ресурсы Политика предприятия в отношении руководства автопарком Большое внимание эксперты обращают на то, как анализируются несчастные случаи И какие выводы на будущее делаются Предприятие «Венсполсрейс» заботится о пассажирах разными способами Приобретая новые автобусы, выдвигая определенные требования к поставщикам техники Регулярно проводя обучение персонала по безопасной и экономичной езде В 8 лет проводится конкурс на мастерство вождения А в осенне-зимний период – акция по раздаче отражателей пассажирам На предприятии создан учебный класс, где проводятся различные семинары Несмотря на жесткую конкуренцию между пассажирскими перевозчиками «Венсполсрейс» удалось обойти таких серьезных конкурентов, как «Нордека» и «ВТУ Валмера» Первый этот конкурс прошел в 2013 году Организует его фирма «Балта» в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей И фирмой «Школа безопасной езды» Заявку на участие в конкурсе подали 42 предприятия Татьяна Саксаганская, Гита Маркинсона, Курзамское телевидение Не так давно пенсионеры «Венсполского края» объединились в одну организацию И теперь от имени пожилых людей есть кому защищать их интересы На уровне самоуправления и государства Единственный минус для организации – слишком обширная территория Венсполского края Чтобы съездить друг к другу в гости, приходится потратить немалые средства Самоуправление Венсполского края решило помочь пенсионерам И выделило средства на оплату поездок Год назад был учрежден Совет пенсионеров Венсполского края На этой неделе пенсионеры края в Парвинской библиотеке Встретились с пенсионерами Венсполса на очередной встрече клуба «Свои» Пенсионеры во время встречи отметили преимущества городских жителей Такие как возможность быстрее и проще попасть на какое-то мероприятие Не надо далеко ехать, тратить время и средства на дорогу В этом году самоуправление Венсполского края Выделило дополнительное финансирование на оплату поездок для пенсионеров Пенсионеры Венсполского края все-таки живут на удалении друг от друга Поэтому нужен транспорт, чтобы их собрать вместе Каждая волость выразила желание хотя бы пару раз в год выезжать на экскурсию Поэтому мы выделили им транспорт самоуправления В этом году Совет пенсионеров Венсполского края вступил в Латвийскую федерацию пенсионеров Постепенно организации обзаводятся своими традициями Например, проводятся спортивные игры Для участия в которых не всегда обязательно спортивная форма Можно обойтись и хорошим чувством юмора В Пузо уже несколько лет проводятся мероприятия «Суд работа с Мелодиас» В этом году оно пройдет 21 марта В этом году у активных пенсионеров Венсполского края есть и свой бюджет Это только им на пользу Сидеть одному дома не годится Как только что рассказывала Мара Что она не хочет уходить с работы Только из-за того, что не хочет одна сидеть дома Самая энергичная заряжает своим энтузиазмом и других Мотивируя их что-то делать Во время встречи не обошлось и без разговора по душам Со слезами на глазах пожилые люди высказывали желание Научить подрастающее поколение ткать Печь хлеб Сельскохозяйственным работам Понимать историю Специалисты отмечают, что речь детей дошкольников в последние годы плохо развита Причиной тому является недостаточное общение с родителями Которые из-за своей занятости не могут уделить внимание своим детям И тут как никто могут помочь бабушке и дедушке Готовые рассказывать различные истории Давать мудрые советы Учить любить природу А различные идеи для развития пенсионера Теперь могут почерпнуть из газеты Латвийский пенсионер Которая в этом году будет доступна во всех краевых библиотеках В воскресенье 22 февраля с 12 часов дня В Венсполском приморском музее под открытым небом Будет проходить мероприятие Посвященному традиционному народному славянскому празднику Масленица Обычно это мероприятие собирает несколько тысяч людей О том, какая программа нас ждет В этом году выясняла корреспондент Анита Рыжик Масленица – один из немногих старинных языческих праздников Проводов зимы, сохранившихся после принятия христианства Масленица празднивается на неделе, предшествующей Великому посту То есть за 7 недель до Пасхи Ее начало колеблется от 3 февраля до 14 марта В этом году Масленицу отмечают с 16 по 22 февраля В Венсполсе традиционно этот праздник проходит в музее под открытым небом С участием различных фольклорных коллективов, солистов наших и приглашенных Каждый раз обновляется сюжет этого праздника Он представлен будет в этом году нашими ведущими Это, как правило, всегда сюрприз для посетителей, для гостей праздника Но, тем не менее, центральная сцена всегда работает Действие там не останавливается И зрители знают, что обязательно там будут проходить какие-то концертные номера Обязательно там будут гости Каждый раз эту программу мы меняем у нас И из Лепа и гости приезжали периодически Из Риги, из других городов Это были и танцоры, и фольклорные коллективы, и солисты, и клоуны В этом году я не буду раскрывать секреты Мы тоже ждем гостей, пусть это останется нашей интригой Во время праздничного мероприятия в 14.00 пройдет обряд сожжения соломенного чучела зимы Состоится розыгрыш разных призов по входным билетам Выступления клоуна Вико из Риги Будут песни, интерактивные игры, народные забавы, конкурсы Показательные выступления силачей спортивного клуба «Венсповский Атлант» Клуба стрельбы из Лука Одиссей И представители студии клуба спортивной аэробики Елены Смирновой Это лишь одна часть развлечений, которые ожидают посетителей мероприятия В Приморском музее под открытым небом Вот горка у нас всегда зависит от того, какая погода Мы этот вопрос решаем с музеем Если будет снег, попробуем сделать Ну и вот уж точно это наша традиционная венсповская, как говорится, фишка Наша традиция Уже несколько лет подряд, боюсь соврать, но лет пять, наверное, все-таки существует эта традиция Мы делаем национальные уголки В этом году во время празднования Масленицы на территории музея Можно будет встретить персонажей настоящей русской ярмарки И стать участником театрализованных игр, организованных в студии Театра Дома Творчества «Мы» На праздничном мероприятии выступят как коллективы взрослых, так и ансамбли детей Все-таки торговые ряды на Масленицу – это ряды, где были блины, горячее питье, баранки, пряники Вот что-то такое И, конечно, народный промысел, к сожалению, у нас его очень мало Хотя у нас есть торговцы или литовцы, которые периодически привозят Потому что традиционно в торговых рядах продавали различные свистульки, разные поделки, игрушки из дерева Ну, это вот у нас сейчас довольно сложно найти таких торговцев Но я думаю, что, может быть, в других странах, в России, в частности, это более традиционно и легче это сделается У нас немножечко это сложно Хотя мы над этим тоже думаем, предлагаем торговцам все-таки не забывать об этой традиции Представители спортивного клуба «Венсповский атлант» и клуба стрельбы из лука «Одиссей» Предложат каждому желающему проверить свои силы, выносливость, ловкость, меткость на спортивных площадках для силачей и стрелков из лука А самых удачных ждут призы Праздник все-таки называется гуляние И народ должен, гуляя по этому музею, по этому пространству, должен как-то отдохнуть хорошенечко Поэтому основная праздничная масленичная традиция поиграть, отдохнуть Она у нас уже 15 лет существует, как вот игровые площадки Вот игровые площадки на территории всего музея Разные масленичные игры, спортивные состязания Это и силовые различные, и традиционные масленичные забавы Как правило, эти игры, забавы проводят ребят Масленицу будут праздновать 22 февраля в 12.00 в музее под открытым небом Праздник организован Венспольской ассоциацией национально-культурных обществ Приморским музеем под открытым небом Консультативным советом по вопросам неграждан и национальных меньшинств При финансовой поддержке Венспольской городской думы Мартий Спутник, Скурсинское телевидение Всемирно известный скейтбордист, венсполчанин Мадерс Апсе Преподнес в среду в подарок мэру Венсполса Айвару Лэмбергу Скейт фирмы «Элемент», созданный по модели, разработанной Мадерсом Мадерс – единственный европейский скейтбордист, вошедший в команду профессионалов «Элемент ПРО» Второй европеец, вошедший в интернациональную команду «ДиСи» И выпустивший доску своей модели, на которой изображено лого и объекты Венсполса У него есть свой бренд И у него есть договор с большой американской фирмой по производству этих досок Скейтборд Эль И на этом доске там есть его фамилия, имя И есть наш замок Есть название Венсфилс Есть силуэт паровозика маленького Так что парень молодец Не забыл откуда он, так сказать, родом И где он начал этим видом заниматься Но мы договорились, что он даст предложение Как совершенствовать инфраструктуру города На улицах и дорожках Где можно было бы установить специальную инфраструктуру Чтобы скейтбордисты могли ехать и заниматься этим видом спорта по улице Он именно этим занимается С целью мотивировать молодых людей заниматься этим видом спорта Мадерс Апсы в конце 2014 года организовал соревнования И лучшим участникам были вручены скейты Выпущенные компанией Элемент по модели Мадерса По версии журнала Кингпин Мадерс был признан лучшим спортсменом Европы в 2013 году У спортсмена есть и свое видео-шоу Этот сумасшедший мир, которое выходит два раза в месяц В центральном матче ЛБЛ команда ВФ Рига, играя в гостях Одержала победу над Венспосом со счетом 75-67 Таким образом взяв реванш за поражение 21 января в Бауске В составе отсутствовали Роналд Закис и Бамбо Фал Хозяева площадки неоднократно теряли очки из-за быстрых контратак ВФ Рывок, сделанный в середине первой четверти игры Позволил ВФу перенять лидерство со счетом 30-16 Вторая четверть была менее результативная Но ВФу удалось немного увеличить перевес в очках Счет стал 46-31 В целом в первом тайме увереннее выглядели рижане Тем временем венсполчане были не в силах в полной мере воспользоваться Своим численным преимуществом Вторая половина матча началась с довольно хаотичной игры обеих команд Тем не менее наши быстро пришли в себя Благодаря чему Венспос довел счет до 39-46 После минутного перерыва команда ВФ вернулась к игре И возвратила себе утраченные очки Во второй четверти финала больших изменений также не последовало Но лидеры команды своими индивидуальными действиями Не позволили хозяевам площадки приблизиться к своему результату И таким образом счет стал 75-67 Следующая игра с участием нашей команды против команды Тамперен Состоится 26 февраля в 19.00 А в рамках ЛБЛ игра Слепая триобет пройдет 28 февраля Это все события на сегодня Я с вами прощаюсь До новых встреч А вам приятных выходных Курзамское телевидение приглашает на работу журналистов Ждем CV от активных и коммуникабельных претендентов С неоконченным высшим или высшим образованием Интересующихся вопросами политики и общественной жизни Требования русский язык родной Знания латышского языка Подробности по телефону 29 637 861 Гастроли Рижского русского театра в Венспилсе 27 февраля в Юре-Сварте Солнечная джаз-комедия «Ханума» В постановке Аллы Сигаловой По пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера Любовь и расшот Интриги и недоразумение Суровая конкуренция И три веселые свадьбы Меценатспектакля Фон Бориса и Нари Тетерива Меценатспектакля Меценатспектакля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова